В эфире ежедневный выпуск программы День города в студии Оксаны Тебенихина. Мы приветствуем наших зрителей и в ближайшие минуты расскажем вам о новостях Рязани и рязанцев. Смотрите сегодня. Полиция Фиджи расследует убийство, проживавшей на острове в Тихом океане супружеской пары из Рязани. У главного офиса Ринвестбанка с утра очереди из вкладчиков. Планируют ли закрыть первый рязанский банк? Рынок в торговом городке прекратит свое существование в 2017 году. Полиция Фиджи расследует убийство, проживавшей на острове в Тихом океане супружеской пары из Рязани, Юрия Шипулина и его супруги Наталья. Об их исчезновении сообщил партнер по бизнесу после того, как пара не вернулась на принадлежавшую им ферму. Тела россиян были обнаружены на пляже Натадолу после двух недель поисков с привлечением дайверов. Их вынесло на берег волной. Через Интерпол в Россию отправлен запрос на подтверждение личностей с помощью ДНК-экспертизы. Ранее был найден принадлежавший супругам внедорожник Toyota Land Cruiser, внутри которого полиция обнаружила женскую одежду и паспорт Шипулиной. Правоохранители расследуют гибель пары по статье «Убийство», несмотря на то, что у побережья Фиджи водятся акулы. В полиции также подтвердили информацию, что в доме супругов пропала бензопила, которую мог воспользоваться преступник, чтобы избавиться от тел. Сначала полицейские нашли фрагменты ступней обоих россиян. Они были завернуты в сетку и придавлены камнями. Их выбросило на один из пляжей. Чуть позже там же нашли и часть других останков. Однако следователи до сих пор не могут найти мелкие фрагменты тел россиян. Известно, что к расследованию убийства подключился Интерпол. Напомним, супруги жили на Фидже в течение последних пяти лет, переехав из Рязани. Они занимались фермерством, продавая овощи и фрукты на местном рынке. Бизнес-партнер россиян Андрей Лузаненко рассказал, что в последнее время они столкнулись с повышением платы за аренду земельного участка под ферму, которую они создали на острове. Кроме того, в прошлом году урожай оказался небольшим из-за постоянных циклонов. В результате Шипулиной залезли в крупные долги, а их фермерская деятельность оказалась на грани банкротства. Сегодняшнее утро принесло весть о закрытии Первого Рязанского банка. У главного офиса Ринвестбанка в Рязани сегодня с утра очереди из вкладчиков. По информации сайта банка, с 1 июля временно приостановлено обслуживание в дополнительном офисе номер 3, который располагается на улице Касимовское шоссе. Также в этом сообщении говорится о том, что обслуживать клиентов этого отделения будут теперь в главном офисе Ринвестбанк на Первомайском проспекте. Утром в понедельник сюда пришли люди, но свои двери организация не открыла. Вообще-то они должны выйти и сказать, что нам делать. Потому что нас в пятницу записали на понедельник, сказали прийти. А сейчас вывесили объявление, но они должны выйти и объяснить нам, как дальше быть. Мы сказали, подвезут деньги в понедельник и давайте мы вас запишем. Вот мы запишали и все. Закрытые двери с утра в понедельник, сухая информация про технические неполадки и, как следствие, растерянные люди у входа в банк. Региональный инвестиционный коммерческий или сокращенно Ринвестбанк за многие годы своей деятельности доверие клиентов сегодня не оправдал. История началась еще в пятницу, когда закрылось отделение на Касимовском шоссе и клиентов перенаправили в главный офис. Но и здесь вкладчиков обслуживать не стали. Но здесь не обслуживали в субботу. Вот нигде. А что говорили? Технические неполадки. Нигде никакой информации о том, что у них ограничение или запрет на прием вкладов. Потому что я даже пыталась в принципе добиться. Так вы что, не проводите все операции? Нет, мы только не проводим прием вкладов. Очень был интересный ответ. Люди, простояв у закрытых дверей, уходили ни с чем. Никакой информации сотрудники банка так и не дали. На телефонные звонки Рязанское отделение не ответило. Дозвониться удалось до московского офиса. Все офисы, которые находятся в Рязани, сегодня зафигнились к причинам закрыты. До какого периода? Не обслуживают клиентов. На какой период? Информации мне не предоставлено до какого периода. Перезвоните, пожалуйста, завтра утром. Мне уточню информацию, если не вас спецы, специалистам. То есть другие отделения в других городах Москва, Тулу, Самара работают, да? В Москве тоже не работают все офисы. Работают только в Самаре. Офис операционный в Самаре. Комментарии отказываются давать и в Главном управлении Центрального банка России по Рязанской области. Наши сотрудники в курсе сложившейся ситуации. Ситуация не комментируем пока по телефону. Наши сотрудники работают по этому вопросу. А вот что пишут в отзывах о Ринвестбанке на сайте Банки.ру. Договор по вкладу закончился 30 июня 2016 года. Деньги не возвращают по телефону. Получить объективную информацию нет возможности. Ссылаются на технический сбой программы. Сегодня, 1 июля, хотел получить проценты по своему вкладу в офисе на Грибоедово в Рязани. На дверях табличка закрыт по техническим причинам. Звоню в банк и попадаю в Москву, где мне предложили записаться на получение денег через 5 дней. Не проходят платежи юрлиц с 27 июня. Счета полностью заблокированы. Ринвестбанк основан в 1995 году в Рязани. И 7 июля должен отметить 21 год финансовой деятельности. Он занимает третье место в рейтинге по размеру активов среди четырех региональных кредитных организаций. Рынок в Рязанском торговом городке закроют в 2017 году. Капитальные здания для торговли будут строиться в микрорайонах Конищева и Дашкова Песочня. В торговом городке, по словам представителей городминистрации, такой объект построить невозможно. Поэтому торговля на этой территории будет запрещена. Эпопея с закрытием рынка тянется уже год и вызывает недовольство как со стороны арендаторов, так и постоянных клиентов. Всегда свежие овощи, фрукты и выпечка буквально под окнами. Люди, проживающие близ остановки торговый городок, радовались рынку в шаговой доступности. Но в соответствии с требованиями действующего законодательства, с 1 января 2017 года деятельность по организации розничных рынков должна осуществляться исключительно в капитальных строениях и сооружениях. В настоящее время на территории торгового городка, где расположен рынок, соответствующий нормативам строения, отсутствует. В связи с этим сельскохозяйственный рынок в торговом городке прекратит существование до 1 января 2017 года. В настоящее время на рынке трудится около 20 арендаторов, которые работают там на постоянной основе. Администрация города Рязани заинтересована в том, чтобы эти люди сохранили свои рабочие места. Поэтому проводится работа по предоставлению данным предпринимателям торговых мест на имеющихся торговых площадях капитальных зданий рынков и торговых центрах города. Этим людям розданы информационные памятки, где указаны категории торговых мест, его площадь, его стоимость, чтобы люди могли рассмотреть эти вопросы и, по возможности, занять сегодняшние свободные торговые места. О том, что им придется искать новое место работы, арендаторы сельскохозяйственного рынка в торговом городке узнали еще в начале года. В настоящее время разрешение на право организации розничного рынка действует до 1 октября текущего года. Жалко. Нам жалко. Я думаю, что это просто пиар-ход предвыборной кампании. Сначала прошла шумиха, что все это закрывают, а сейчас якобы как власть о нас позаботилась и все это открывают заново, разрешают. Жалко будет. Конечно, жалко. Сейчас работу очень тяжело найти. Все равно, если будет невозможная тут работа, пойду другую работу найду. Пока городские власти еще не определились, как будут использовать территорию. Как вариант, реконструкция павильона в советской эпохе и возвращение торговому городку звания Рязанского ВДНХ. Но окончательного решения пока нет. Администрации Рязани и Управление культуры объявляют старт общегородского конкурса, в основе которого любовь горожан к родному городу и подарки Рязани ко дню рождения. С 5 июля на официальных сайтах и информационных порталах будут размещены положения о конкурсе и условия его проведения. Прием конкурсных работ продлится до 20 июля. Подробнее в материале Марины Комиссаровой. Такой необычный подарок городу решили сделать в этом году муниципальные власти. Наверняка среди жителей Рязани много творческих личностей, которые жаждут показать свои способности и стать причастными к истории родного города. Поздравив Рязань с днем рождения с помощью своих особенных способностей в той или иной сфере. Положение о конкурсе и условия его проведения появится на официальных сайтах уже завтра, 5 июля. А пока в преддверии публикации начальник управления культуры рассказала журналистам о сути конкурса. Хочу сказать, что как никогда активность общественная нас подвигла к таким действиям. И хочется отметить, что уже на сегодняшний день мы получили подтверждение от наших помощников, наших спонсоров, которые готовы взять на себя те или иные проекты, чтобы поддержать. Тоже своеобразный подарок городу. Некоторые подарят автобус в нашем музее путешествий. Вот так вот хотят. Мы хотим по дню города сделать подарок. Некоторые, ну скажем даже смешно, кто-то подарит краску, кто-то подарит скамейку. Как мы совсем недавно открывали скамью приберение, такая же скамья летит, но только уже литературная, появится у нас в библиотеке имени Есенина. Рассказать о том, какой он любимый город, с помощью эссе могут те, кто чувствует в себе литературные таланты. Спортивная, детская, творческая, индустриальная или культурная. На какой грани акцентировать внимание решать исключительно автору. Еще одна номинация – дизайн. Принты, а также цитаты рязанских деятелей и прочие элементы дизайна, которые можно будет потом напечатать на сувенирной продукции. В футболках, сумках, кошельках, обложках на паспорт тоже можно отправлять на почту администрации. Еще одна, самая зрелищная номинация – видео «Моя Рязань». Вот такой своеобразный подарок городу мы предлагаем нашим горожанам сделать на день города. Может быть, я так сказала о своем городе, потому что, сами понимаете, это мы делаем впервые, но хочется, чтобы это все получилось. Потому что и девиз этого города будет «Подарок городу». Подарок тот, который можно сделать руками, тот, который можно посвятить городу стихами, песнями, девизами, слоганами, рисунками, фотографиями и так далее. По окончании приема работ полученные 15-секундные ролики смонтируют в единый фильм, который покажет Рязань глазами жителей. Презентуют фильм 29 июля во время торжественного приема главы города, а потом будут транслировать на улицах в праздничные дни. Победителей конкурса определит компетентное жюри, в состав которого войдут видные деятели культуры и активные общественники города. Присылать работы можно на почту rizan.iloveu.ru и на официальный сайт администрации города. С 1 января 2007 года начал действовать закон о материнском капитале. Пока он рассчитан до 31 декабря 2017 года. Что будет дальше, пока что неизвестно. На сегодняшний день в области родилось более 54 тысяч вторых и последующих детей, семьи которых имеют право на получение материнского сертификата и использование денежных средств по ним. Всего существует 4 направления по их реализации. Анна Герцовская выясняла, какие именно, а также узнала о нововведениях, вступивших в силу с 1 июля этого года. С 1 июля в многофункциональных центрах можно получить 25 тысяч рублей из средств материнского капитала. Воспользоваться правом на получение такой единовременной выплаты могут все семьи, которые получили и не использовали всю сумму капитала на основные направления расходования. Как и прежде, самыми популярными направлениями реализации средств маткапитала являются улучшение жилищных условий, образование, единовременные выплаты. Ну и некоторые мамочки направили материнский семейный капитал на формирование своей накопительной пенсии. То есть, когда они достигнут соответствующего пенсионного возраста, у них будет существенная прибавка к их пенсионному обеспечению. При визите в пенсионный или МФЦ для оформления единовременной выплаты при себе необходимо иметь паспорт и реквизиты банковского счета. В результате деньги будут перечислены в течение двух месяцев. Подать заявление на единовременную выплату могут все проживающие на территории Российской Федерации владельцы сертификата на материнский капитал. Но сделать это нужно успеть до 30 ноября этого года. Еще одним нововведением стало то, что материнский капитал теперь можно потратить на реабилитацию детей-инвалидов. Соответствующий закон вступил в силу еще в начале года. Однако сейчас, наконец, стал известен список услуг и товаров, за которые можно расплатиться средствами господдержки. Ну и о новостях спорта. Рязанский дзюдоист Дмитрий Харитонов на первенстве Европы победил сына Эцио Гамбы. Дмитрий Харитонов стал двукратным призером юношеского первенства Европы. Соревнования завершились в Финляндии в воскресенье 3 июля. В личном турнире борец занял второе место в категории до 73 килограммов. В финале уступив соотечественнику Зелину Цкаеву. Рязанец сразу привлек к себе внимание неординарной и разнообразной техникой. В четвертьфинале ему противостоял сын главного тренера сборной России Эцио Гамбы Джакомо. Схватка с французским спортсменом принесла рязанскому дзюдоисту вторую досрочную победу благодаря подхвату и удержанию. В командных соревнованиях Харитонов занял со сборной России третье место. Он принял участие в двух встречах из пяти и проиграл в свои схватки. Это просто такой прекрасный задел. Это показатель того, что его тренеры работают, он сам работает, вся школа работает и вся федерация очень хорошо работает. На этом мы завершаем наш выпуск. Благодарим зрителей за внимание и прощаемся с вами до завтра. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok